Игнарий Тихонович, в чем вы видите сосуществование православия и протестантизма? Непокутный вопрос. Если бы все-таки представим, вообразим, что такое тихое мирное время, никто не гонит никого. Нашли какие-то точки соприкосновения, и руководство православной церкви и руководство протестантов договорились, вообразим, что прихожанам православной церкви разрешено будет посещать баптистские молитвенные дома, а протестантам ходить в церковь. То есть они уже поняли, что все-таки приняли, что никакие православные не дали поклонники. В чем дальше, вот чем это все может закончиться? Видишь, этот вопрос, вот я так думал, это один из вопросов, и на молитве. У меня такое впечатление, что вот отвечают священники на разные вопросы, а его никто не задает, он не касается. И они ответить не смогут, они не знают. Ты вот ко мне обратился, а я живой этим полвека. Есть такие статьи в священниках, митрополитах, православиях, протестантизме, протестантизм в православии. Вот первое качество любого лидера, это воображение. У меня воображение развито. Я представляю, вот жития святых насчитывал, я как будто с ними схожу, и умираю, и горю, и замерзаю. Поэтому она так и слушается. Вот отца Арсения насчитывал, люди слушают и плачут. Почему я считаю и плачу. Я делаю маленькое вступление к этому. Дело в том, что разных протестантов, говорят, динаминация, конфессия, два слова, которыми сатана прикрыл слово ересь. Все эти еретики, протестанты, почему нет священства, нет епископата, нет церкви. Они не церковь. У них один вопрос, только решили бы они, что церковь основана однажды. И нигде нет то, что выходи, народ из нее начинает. И сказано, народ выйди из нее. Ну ты считай, там уже написано, великий город. Куда лепишь-то? Выходи от нее. Ну выходи. Это жена читает, выходи от мужа. Другой читает, это написано, выйди оттуда, значит, с безозжеками не работать. В одном ресторане не находиться с ними. Ну разве что угодно можно лепить. И там говорится о городе. Какой город? И выйди от нее, потому что он город приготовлен по гибели. Притом ничего не докажешь. А написано. Ну где написано? Як написано? Вот от як написано вся эта зараза лезет. Сегодня 21 тысяча разных названий насчитывает еретиков. Друг разная. Но все одинаково стараются считать на русском языке и проповедовать. Совершенно несмотря, как понимали святые отцы. И даже отсюда приехал брат нашей сестры, которая здесь живет. Он баптист. Приехал с женой. И парень-то хороший. Я говорю, а ты вот читаешь четыре Евангелия, признаешь? Конечно. А почему только четыре? А сколько? Ну было их двадцать. Как двадцать? Он ничего не знает. Ну кто отобрал тебе эти книги и сказали, что вот этот ветхий за этот новый? Кто? Не знает. Православная церковь. 85-й канон апостольских правил. Владикийский, Карфагенский. Я вам перечисляю правила. 33-е. Он не знает. Но это на языке, на каком найдено? Тоже не знает. А что такое синайский манускрипт? Кодекс Безы. Не знает. Молодой человек. Отец у него баптист, проповедник, дьякором считается. Могу назвать даже тут, никакой вина нет. У Петеримов Анатолий Кузьмищ, а это его сын Сергей. Потеряю, приезжал. Я очередной вопрос. А да ладно, не знаешь. Я объясняю тебе. Ну а кто перевел на русский язык-то? Как на русский? Ну это уже было на греческом, на еврейском. И как правильно перевести? Притом не он один, никто не знает почти. Не знает. Православная. Главные перевозчики такое там. Антрополит Макарий, Архимандрит Макарий, Глухарев. Павский, Герасим Петрович. Ну я перечисляю их. Вольсен Даниил Авраамович. Не знает. Православные. Там и там и там. Вы вошли в чужой труд. Ну хоть когда-то. Возблагодари Бога. Что люди с такими были огромными знаниями. Такой любовью к Богу. И ты в руках держишь эту Библию. То есть у баптистов, у всех проповедь в мире. Вот оно и пребывает. А их намного больше, чем православных сегодня. Первые католики, миллиард с лишним. Этих уже за 200 миллионов. И православных, кажется, 150 миллионов. Протестантизм настроен на том, чтобы понимать о словах протест. Баптизм. Что крещение должно во взрослом состоянии. Ну и дальше. Адвентисты седьмого дня. Ну значит седьмой день субботу надо. Яговисты слово Югова надо сделать известным для всех. Чтобы знали имя его. У меня немного отзывов, комментариев. А в одном месте я в храме сказал о том, что имя Югова скрыли. Теперь они там. Вот видите. Вот открыл Бог маленько. Глядишь ему дальше, Бог откроет. Что никакой троицы нет. Души нет. То есть Бог все-таки открывает имя Югова. Вот видите. Говорю. Теперь они гнать его будут. Никто меня не гонит за это. Потому что я говорю. Настолько неопровержимо. Привожу 8 лет в Библии, где говорится. Открывается Бог Моисеев. И они уцепились за это слово. Каждый где-то что-то. Секта, узы взгляда на истину. На Югова. Мы признаем Югова. А там разные мормоны. Мормоны, ну и все, как там. Такое название, как будто после пьянки человек не отблевался. И с него тещу. Вот такое неприятное. Баптийство это еще твердокаменное можно произнести. И вот все до одного. 21 тысяча разных еретиков. И все стараются своих адептов последовательно перевести через разъяснение своего учения. Учение у каждого о том, что Иисус умер за наши грехи. Это они все знают. Что Библия это авторитет абсолютный. И при чем тут Божья Мать, еще Христа не хватает. То есть они берутся из Священного Писания. Человеку нельзя поклоняться. А вы кланяетесь. А я подписываться и говорю, а как же сыны человеческие пророки были при Елисеи. И поклонились. Поклонились его. Мать Золомона зашла. Версаев поклонилась. Ее никто не останавливается. Другие это места как. Я тоже человек. Не знаю. То есть тоже человек. Что он не видит, что глушу есть у него и нос. Значит он принял его за Бога. Потому что они легко обожествляют язычники. И такой момент был. Боги в образе человеческом сошли. На милите, когда Павел Эхидну стряхнул. Это неоднократно было. То есть у них рассуждения нет. Одно вместо другим никак. Оно не делало изображение. Все. 20 глава. На 25 сделай изображение. Никак не хочет слушать. Ну я бы вы нашли такое, что церковь. Вот вот церковь, да, церковь. В каком году возникла? Ну какая разница? Ну в каком? Наконец добиваясь там. Возникла в прошлом веке. Ну не больше полтысячи лет назад. А и две тысячи церковь-то. Христос не сказал, что если церковь моя обеднеет. Грехами обрастет, как ракушками корабль. Тогда надо новое строить. Нет этого. Создам церковь, не церкви. А как же в откровении говорится семь церквей. Семь земля церквами это семь положений. Души человека. Они не знают ничего. Писание совсем не знают. Рядом. Пища не приближает и не отдаляет. Все сто процентов так же. И православный. Ну где ты нашел? Ну а вот где не знают? Ну 1 Коринфянам 8 глава 8 стих. Где нашел ты? Не приближает. Да, не приближает. Написано. Она не отдаляет, где сидят у меня в Библии все. Ну где-то уже написано. Братья пропадают. Нету такого. Она отдаляет. Адам из-за пищи вывалился. Из-за пищи вообще не зашел израильский народ в ее бетонную землю. Из-за пищи не продать, не купить. Я начинаю к этому подводить. Вы писание-то держите. Смотришь в книгу, говоришь, да видишь фигу. Понятно. И все они на этом. Все на этом. Что они делают? Они работают с миром. Вот этот богачок Юрий там обратился. Ник Вуйчич. Серб. Он был бы православным. Нету протеста. Который известный, таких буду называть, люди обращаются. Как был православный, помогал. Владимир Филимонович Марсенковский. Стал протестантом. А кто там с Проханом Иваном Степановичем пошел? Или там разные были христиане евангельской веры. Заговорили на разных языках. Ну, разницы нет. Еретики. Но они стараются. Они проповедуют. А что они погибли? Да бог их знает. Но только они не церкви. А 2.47. Деяния апостолов, говорит, ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Не к еретикам. К церкви. Спасаемые. И к церкви. Вот это я все соединяю вместе. Вижу, они этого не знают. Они обращают человека, что он верит, работает с наркоманами. Но к церкви не прилагаются. Вот 2.47. Им не перейти. 8 глава. Дух Святой сходит только через руки апостолов. Рукоположения нет. А они сами себя избрали. И он говорит недоконченное. Посылает кита 1.5 к титу, чтобы руку положил. Спасибо. Епископов. Вот не знают. Поэтому они работают с соглашенными. И все богослужение на это направлено. И прославление Бога. А у православных кто составлял-то? Был ли он рожден свыше? Потому что многие участвовали в этом. Василий Великий, Златоуст, считаем. И Григорий Двоеслов. И Иоаннекий Великий. Ну, не знаю. Василий Великий тоже. Православное богослужение, оно неземное. Оно небесное. Пренебесное. Все время славословие. И же херувимы. То есть мы стоящие здесь изображаем из себя херувимов. Сектанты на это не дерзают. Это православное. Он стоит и не знает. Он подражает столбу неотесанному православному. Ничего не знает. И же херувимы, он знает, ходить нельзя. Свечки в это время передавать нельзя. Ну, все это делают. И же херувимы тайнообразующие. Мы из себя тайно прообразуем херувимов. Ужас какой. Это не просто какое-то театральное представление, реальность. А у них этого нет. Поэтому те первоначальная ступень. А у православных право славить. Они на небе славят. Необращенных людей они заставляют быть херувимами. Люди стоят здесь. И они ничего не знают. Те знают столько, что готовы бы назвать себя. А им никто этого не говорит. Вот поэтому такая разница. Неверующий приходит к сектантам. Он слышит обличение. Падает. И говорит, истина, с вами Бог. Как мне один у меня приезжал. Секретарь комсомольской организации. Ночевал. И говорит, я первый раз пришел к баптистам. На собрание. В Новосибирске. И когда говорил про победник. Я потихоньку оглядывался так. И гляжу, как они на меня смотрят. То есть, он говорит обо мне. И вот этот, да, думаю, как же он знает-то. У православных никто ни о чем не говорит. Главное, стоял в службу. А ты где был? Да я на первой литургии был. На ранней службе. Все названия, все говорит о том, что не понимают, о чем речь. И поэтому вот баптистам это дать понятие о церкви. Тогда все кульные слова против икон. Против всего святого у них исчезнут. Написано, вне церкви нет спасения. Но определенно. А они не церковь. Дух святой не был преподан через рукоположение. Возложение. Восьмая глава Деяния Апостола. И поэтому те говорят, и учить людей в церковь не вести абсурд. Православные все ведут в богослужение по небесному. А что? Свят, 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 Господь самого. Святые Божие, святые крепкие. Это же мальчик услышит. Ему поверили. Добавили, помилуй нас. А Армяне добавили, распныся за ны. Это уже ересь. Троица не распиналась. У нас своих хватает за скоков. Вот такое. И поэтому, если бы стали ходить друг к другу, разрешили, вот, ходите. Православные священники. Вынуждены были бы. Патриарх издал указ. Говорите, чтобы наши люди православные не переходили. Сектанты не церковь. Но слушать можно. Они хорошо знают Писание. То есть, где написано. Есть хорошие проповедники. И Христа признают Святой Троицей. Но где никого не признают, вы это не признавайте. Вы можете ходить в свободное время, когда от службы пройдет у нас. А потом другие, это среди недели где-то. А баптистам бы сказали. Вот мы все так ведем. И уже не раз там доказывали, что мы не церковь. Вы ходите к православным. Слушайте. Подойдите по наставлению батюшки. Мы разрешаем. Но переходить не надо. Как Андрей Акураев обо мне когда говорил, то говорит. Я не говорю, чтобы под каждым словом Игнатия подписывались. То есть, уже насторожил их. И из-за чего он говорит. Я боюсь, чтобы епископ меня там не захватил за жабры. И вот если бы так случилось сегодня, тема другие бы разрешили, то результат был бы такой. Какое двоеточие, я не говорю дальше. Когда я был в Америке в 92-м году, я был в Сакраменто. Чисто убранный город, люди стоят окурками, не бросаются, на остановках там не пьют. Нет этого. А я мысля так вообразил. Сейчас бы наш Барнаул туда перенесли. И жители проснулись в домах сакраментовских. А что такое? Ну так вот случилась эта лимитация, перетянула васы. А те бы проснулись в Барнауле. Запущенные, грязные дворы, одни улицы прометаются, а остальное везде все завалено. С чем попало? И что было бы ровно через год? Да какой через год? Через месяц бы. Барнаул. Если бы их туда встал бы как сакрамента, от сакрамента встал бы как Барнаул. Вот я как это вижу. Это воображением таким. Так и здесь. Православные, те, которые любят Бога, они бы почти все перешли в протестантизм. О Христе услышала. Это тот Христос, которого мы любим. Ну конечно тот. Ну чего же батюшка не говорил. У меня одна писала письмо, адвентистка седьмого дня. Восемьдесят четыре года. Инвалид второй группы по зрению. И пишет в клеточку, в каждой клеточке почерк, каллиграфию. Как на деньгах расписывается. И вот она к священнику, отцу Елеферию подходила. Батюшка, вот это как? Ну как, до Сифей, к Дорофею. А он отстал его к настоятелю и говорит, ну придет ты взгрей его палкой. Надоел бы с этим вопросом. В Евангелии, ну какой бы Евангелии работать надо? Послушание Ави дороже, поста и молитвы. И вот он от дуба сел и все, как у меня здесь ударил. А потом я пошел, как дал мне вот здесь. Вот видишь, горит огнем-то. Хороший. Но это уже все послушание канализировали. Ни слова не сказал против, что это разбойник был. Что это враг истины. А это молодой офицер был. И вот здесь. Сектанты ходят, ничего не понимают. Пообратятся к священнику, как это. Ну ты, а Гапю, ходишь в рамках, все время я тебя вижу, да. И покупаешь свечки, да. Все, батюшка, да не надо ничего тебе этого. Ты же священником не будешь. Ну скажи хоть, батюшка, о чем здесь говорится-то? Знамения, знаменицы человеческие там. Я говорю, Гапю, не надо. Это еретики, все к нам-то вопросы задаются. И однажды кто-то звонит. Она открыла, стоит парень и девушка. Прилично одеты. И говорит, вот, здравствуйте, здравствуйте. А вы хотели бы изучать Библию? Библию, проходите, дорогие знакомые. И они, говорит, с ними я стала ходить. И оказались свидетели Его. Сами-то были когда-то субботниками. И она теперь перешла к ним. Пришла к батюшке. Пошла еретичка. Такая-сякая. Вот. Если она, вца, погибет по твоей небрежности, говорит Иоанн Братаус. О, священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться за нее. Ибо за ней умер Христос Спаситель. И она мне столько мест Писания пишет. А я ее послал к Истинному Православию. И она стала по-другому смотреть-то. А у меня муж-то как сатана. А почему? Я с внуком работаю. Он со мной молиться начал. А он придет, кричит. Гришка, иди сюда в шашки играть. И он идет играет. Ну, ребенок-то маленький. Там лет семь ему может. И друзья к нему ходят, выпивают. Так я ничего не стала давать, кроме капусты. Всех отвалила. Это она старается. Она даже замужа, хоть она сатана. А православного не знает. Они одинаково. Главное, батюшка, чтобы пришел перед смертью. Его рот раскрыли как-то. И выложили в рот причастие. Главное. Вера в причастие. Не во Христа, не в святую жизнь. Ничего этого нет. Главное, вера в причастие. Как у нас вот здесь потеряется старая бревца. Они их опуздали. Не ходить. Все еретики. Все еретики. А ты с еретикой молился. Да нет, это они, батюшка, ходили в храм. Теперь на занятия не ходят. Никуда. Нигде. Все, поп сломил. Обманом. А причастие-то у него в руках. Я тебе не дам. А ты сдохнешь под забором с собакой. Вот и все. И вот если бы сейчас стали так учить. А главная ошибка православия та, что перевели на русский язык Библию, а учить не стали. И Библия вся была перекуплена с сектантами, еретиками, пашковцами, штудистами. И они учат. А здесь они, когда приходят, стоят, они ничего не понимают. И через богослужение Иосиф Муньес обратился. Как он мог обратиться? Там епископ Леонтий с ним беседовал. Это нельзя обратиться? Никак. Потому что вера от слышания и слышания от слова Божия. А не от того, что о чудесах, о мощах. А вот мощи. Доказательство такое. Мощи. Ну, в буддистов там мощи другие. Триста лет назад умер и кровь как пульсирует. Как живые лежат в пещере. И такая энергетика, наверное, Астамадов к ним приезжал, на входе их отталкивает, как Марию Египетскую. Такая энергетика. Так вот, надо бы перенять оттуда все. Я говорил неоднократно, если бы у них было рукоположение, законное, признанное толкование, я бы православие тут не толокся. Я враг им. Свой среди чужих. И враг среди своих. И вот если бы дали такое разрешение, то через год православная церковь в три четверти перешло бы примерно. Ну, бабки остались бы, которые... А священники, ну, как патриарх, издал указ решения синода. А те сюда ходят, ну, несколько человек пришло бы, да. Некоторые, а дальше никак. Живого слова нет. Я-то все обдумываю, смотрю, и перспективы никакой нет. Уменьшается стремительно. И кто стоят? Вот возьми, сравни с мусульманами. Одни мужчины, три тысячи заходят. И в день пять раз. Где бы ни были. В православных улице мы лежали. Мы дорогой ехали там через Урал. И какая-то там площадка, а ничего нету. А так кто-то приспособился, деньги берут. Площадка разровненная. Все, туалет там попало. Воды не достанешь. И мы молиться стали, глядим. Еще не стали даже молиться. Машина остановилась. Выходит юноша. Ну, может, ему лет шестнадцать. Глядим, вытаскивает какой-то Дастархан. Расстилает на колени. Стал молиться. Мусульмане. Мусульмане. Ну, и к нему тоже подошли деньги. Да, он сразу сел в машину и уехал. А к нам подошли, я урагана вывел. Они попятились и больше не подходили. Вот так. Вот. К этому вопросу я бы добавил, доколе это будет. А они ничего не понимают. Это враги, которые ушли от них. Враги им. И уже подойти нельзя. Мы много благовествуем. И чем ближе к храму, село какое-то, тем напряжённее обстановка. Уже с подозрением. А уже рядом с храмом, тут уже говорить не надо. Ты чужой. Выходит. Вы что, Иван Георгазович? Да кому вы пришли? Я всю жизнь тут служу. Священник. Это какая-то бабка там. Она ходит и правда там что-то делает. Вот. А в другом месте солидный, здоровый такой вылд, как отец Павел Ермоленко. И девочка рядом. Кто такие? Да мы из Потеряйки, Мамонтусского района, Алтайский край, тут всё. Мы Евангелие раздаём вас, приглашаем на собеседование. Да пошли вон отсюда, еретики. Да мы не еретики, батюшка, мы христиане православные. Христиане православные не ходят, тем более бесплатно кому-то давать. Ну такой суровый, а к соседке зашли, она радушно так приняла, мы говорим, а чё ж такой этот мужчина-то? Так это батюшка, он за это запрещён, щёлкает себя по подбородку. Ну а это его дочка была. Его запретили уже который раз. Но тут он сразу поднялся. Вот Богачёв когда описывает артист. Заслуженный артист СССР. Дочь и сын олимпийские чемпионы. Понимаешь как? И он запился, запился, и главный враг тёщи у него. И вдруг два молодых человека подошли и пригласили его. И он там покаялся у баптистов. Покаялся. Понимаешь, нет? А теперь православный батюшка уберил его, он по улице идёт кричит. Ну что, в еретики подался? Сатана тебя затащил. Он говорит, нет, я верующий стал. А он поёт теперь у них, жена там на какой-то дом прииграет. Понятно? И вот когда смотришь, как люди такие обращаются, как Владимир Петербургович Марстенковский, будучи православным, он увидел, что всё не так. Вопрос задать нельзя. Сразу врагом делаешься. А вы-то почему здесь? Мне так открыто. Вне церкви нет спасения. Вот Троицкий об этом пишет. Иларион. Вне церкви нет спасения. И поэтому, если бы сектанты, баптисты, баптисты самые правильные, они первые, высшие, то я бы здесь не был. Я был бы там. Проповедь открытая, везде, здесь только в отдельных местах где-то. Да я не нуждаюсь в этом, лезть туда. Я проповедовал в Листовоне, в Америке, в Грузии, а в Москве, другие где-то где-то. Так в частном порядке, а там в храмах. Вот такой мой ответ. Никакого будущего у православия нет, кроме уничтожения, полного разложения. И все. Деньги, деньги, деньги. Не уничтожения, деньги, деньги, деньги. И нельзя. Они не могут установить смятую десятину. И поэтому ходят, иногда ходят три человека, три таленки друг за другом. Да несколько раз во время службы. Во время богослужения. Десятина сил покрывают. А кто будет платить? То есть все враждебно. Православие – это вера небесная. Но она сокрытая. Сакральная. И поэтому православные должны ввести проповедь с самого начала. Богослужения раз в десять уменьшить, девять десятых отдать проповеди. Вот что. Вот такой мой ответ. Спаси Христос. Ты ревностный и православный. Тебе это не понравится, можешь ли я сказал? Нет, я люблю Слово Божие. Ты же как пришел? Говоришь, увидел объявление в университете. И что, косят под православных фиктанты? Пойду разберусь. Было такое? Было. Ну вот сейчас. Это я все возразмышляю, об этом молюсь. А что сделать? То, что я делаю. Где возможно. Главное, я здесь полагаю, в православии, в молитвах. Я всех вспоминаю. Молюсь о дерификах каждый день. И патриарха, и папу, и франциска, даже отодвинутого. У меня вина. Всех помню. И правители, и прочее. А почему? У меня начало-то было в старообрядческой семье. Страх Божья, мать заложила. Страх. Бог дал, заложил. Через мать. Ну а дальше-то я выбрал. В аптестах они с пятисятиками объединенные были. 27 сентября 1962 году. Там я обратился. Вот если бы этого не было рождения у меня там, крещения Духом Святым, ничего бы не было. Все. А Бог возжег огонь, не гаснущий. Что было сделано? Где проповедано? Какие тысячи людей слышали? Тысячи, может, обратилось. Только потому, что мое начало было на Евангелии. И Господь позволил мне все это перевести в православие. Я увидел, что это должно быть. И отобразил это в своих книгах. Сегодня интересно. Вячеслав Семенов Сергеевич. Наказы называется. Где-то выкопал воно из книг. Ну там, наверное, не меньше, а сотни ссылок я даю на Библию. Один на меня поднялся. Я говорю, ты вот по этой граке пройди. Что ты выигрываешь дальше? Выдержишь? Нет, если я буду тебе отвечать. Как твой вид изменится? Войдешь, что будет? А он это все взял, да и поместил. Я говорю, это конкретно у человека было. Волгова Вячеслава Сергеевича. А это тоже Вячеслава Сергеевича. Он говорит, а теперь для Семенова Вячеслава Сергеевича наказы. Люди по моим книгам идут, по моим роликам-то им иставляют. Нравится мне. Вот дня два назад, что скажет Бог, то изрекуя я. Заученная праза у Михея. К такому ворот не заползет змея, не нанесет он в уши ахинею. Ну, понимаешь, так. Засыпаться на этих вот словах. Что знания, дипломы, институты. Не умолчу, вы можете плевать. Кто молчал, кто были плуты. Понимаешь, вот такие слова сейчас я не написал никак. И Витя поет вдохновенно. А то это еще есть Божий суд. И вы поете там. Есть Божий суд. Надо выстоять еще разок. Да. Вопросов больше нету, да? Надо трудиться среди протестантов, среди еретиков. Ввести их православные веры. Ну, а где бы хотел? Ясно, где? Церковь, православная церковь. Я им говорю, если вам не нравится рукоположение получить от православных, идите к католикам. Так вы их признаете, конечно. Не нравится, идите к Григориану и Армяну. И их признаете, да. Да вы сами еретик-то, да. Все до православные. Лжепроповедник, как меня клямят. Ну, а мне какая разница? Я делаю то, что знаю из Слова Божья. А те, которые ловят на меня, как Аббаку, говорят, они ничего не знают. Совершенно ничего. Поэтому легко это переносится. Где бы ни было, Союз православного. Крестное знамение, молитвы, исповедь, присчастье. Все. Сегодня у нас, я сейчас скажу какое, 29-е, наверное, уже, август 2019-го года. Ну, все, наверное, все. Поехали.